Друзья, вот я сейчас хочу вам показать, как я по-новому делаю лунки. Хочу сказать, для меня это очень удобно, не знаю кому как. Почему? Во-первых, если есть медведка, то она ваши помидорчики не срежет, потому что земля там не будет мягкой, это первое. Она не копается, совершенно не копается. Что я делаю? Вот смотрите, как правило, я сажаю по два помидорчика каждого сорта, потому что у меня очень много сортов. И если у меня вдруг остаются помидоры, а я уже сорта все высадила, то я последние ряды, как правило, сажаю все подряд. Так вот, вот два помидорчика я уже посадила, обратите внимание. Почему я так делаю? Я сейчас объясню. Ну, во-первых, когда коротенькие помидорчики, этого делать можно и не делать. Но с другой стороны разницы абсолютно нет. Вот обратите внимание, в теплице росли помидоры. Из-за того, что очень долго они не высаживались, как видите, они вытянулись. Посмотрите, какие они длинные. Ну, как вот их сажать? Ложить? Ну, это надо копать каналу. Ну, вот обратите внимание, друзья, как я это делаю. Вот черенок лопаты. Я уже делала. Уже я на это расстояние только и буду делать на эту глубину. Примерно я не меряю ни сантиметрами, ни метрами, ничем. Ну, вот примерно. Я уже примерно вижу, как это. Вот на расстоянии где-то примерно 15-20, 25 пускай сантиметров. Луночка от луночки. Я друг против друга бью такие вот ямки. Вот, посмотрите. Если у вас твердая земля, пролейте сначала. Вот, забиваем мы. Все, забила. Немножко вот так покрутила. Вытащила. Рядом то же самое. Расстояние между лунками. Что здесь? Что здесь? Примерно одинаковое. 14-15 нет. Да нет. Сейчас я зайду с той стороны. Чтобы было видно. Это делать совершенно нетрудно. Если у вас вообще мягкая земля, вообще прекрасно. А если твердая, проливайте водичкой. Замечательно. Вот, забили. Немножко. Вот так. Вытащили. Саша, покажи, что там середка получается. Обратите внимание. Получается глубокое отверстие. Видите? Теперь мы это отверстие заливаем водой. Вот так. Из лейки, из ковшика, чем хотите, как вам удобно. Залили водой. Я уже сделала специально, чтобы отметить примерно, сколько мне надо забивать. Теперь, Саша, теперь вы можете, конечно, пролить в ведре или там, в чем у вас в горшке сидят томатики. Ну, я проливать не буду. Почему мне надо, чтобы оно хоть немножко, ну, чтобы не рассыпалось. Я вот так ножом сделаю так, чтобы растение примерно соответствовало лунке. Вот, посмотрите. Видите? Вот, какое растение. И мы его опускаем в лунку. До самого низу. Вот, все. Я его опустила. Теперь мы чуть-чуть только подсыпаем землей. Растение готово. И следующее тоже самое. Вот, посмотрите. То же самое. Мы опускаем в лунку до самого низа. Если у вас еще выше томатики, делайте глубже такие ямочки. Вот, обратите внимание, какие тоненькие помидорчики они стоят. Но, все равно, я подвязываю. Сейчас я поставлю название. Я сажаю по два сорта, я повторюсь. По два штуки. Где я делала? Название это уже свое. Поставила. Вот, это был хлебосольный. Вот, я поставлю. Мне все равно, в какой. Можно по селедочке поставить. Вот так. Я поставлю возле помидорчиков. Так как я сажаю под воду, у меня это уже не страшно. Все. Песочек вы можете оставить для чего-то там еще, может, у вас есть. Любосольный посудин. Вот, тоже самое. Я покажу вам томатик. У меня этот называется «Веселый сосед». Вот, посмотрите. Я беру самый длинный. Вот, обратите внимание, я как бы подрезала даже кони. Страшного ничего нет. Растения пустят еще корешочки. Вот, смотрите. Прямо опускаем туда растеницы. Та, самого низу. Вот туда. Вот так. Есть. Сейчас еще один. Вот возьмем. Прямо длинный, самый тонкий возьмем. Вот, пожалуйста. И поставим рядом. Умку. И все. Мы этой же земельки просыпаем. Вот так. Есть. Эти мы сейчас пока поставим. Дальше я потом сама посажу. Вот сейчас пролью я это все дело хорошенечко еще раз. Все. Хорош. Выпечка. Друзья, вот я хочу показать. Я вот подвязала уже несколько штук. Ну, без вашего участия. И хочу вам показать, как я это делаю. Вот, посмотрите. Я делаю вот здесь вот, как видите, такое кольцо. Потом я беру растение. И вот так вот. Каждый раз обкручиваю его. Вот, пропуская листочки. Видите, через каждый листочек. Вот так. Здесь не нужны никакие поддерживающие другие вещества. Вот так вы закрутили. И теперь вы можете... Подай мне там ниточку еще. Не хватает. И вот теперь вы можете это растение подвязать. Я подвязываю. У меня, как видите, покажу вам. Сделаны... Вообще, здесь у меня трубы забиты, большие. И приварена поперечная труба. Как видите, она не приварена. Вот здесь я завязываю на два узелка. Вот так. Ну, чтобы эти не болтались, я их сейчас просто обрежу. Ну, вот смотрите. Для чего вот эти вот черные, протянутые у меня? Это такие, как сказать, резиновые трубы, скажем так. Ну, они это выкинутые были на свалке. Буфты большие. Муж вот привез, и я их так делаю. Вот когда растения растут, вы видите, что это растение с той стороны, это с этой стороны. Когда начинают уже длинные становиться растения, я такими же точно лентами еще вот здесь подвязываю, чтобы растение не падало. Очень удобно. Можно не обязательно такие ленты, можно какое-то что-то другое придумать, там, бечевки или что, чтобы вы видели, что у вас два ряда. Одна с одной стороны, ну, чтобы не путаться, где какое растение. Вот, как видите, слабая нитка, она не туго сильно натянутая. Каждый раз, как только вырастает растение, оно обвивается вокруг вот этой искусственной бечевки. Это очень хорошая вещь, надо сказать. Вот это ему второй год уже. Ну, их осталось мало, я буду покупать еще, поэтому, если у вас новая, конечно, очень удобно, не надо узлов вязать таких. А вот сделали все, но так как у меня те же пользованные, поэтому я, как говорится, связываю, как видите, так. Вот сейчас вот я обрежу, и оно еще соединится. И вот так каждый раз, как только растение подрастает, вы его прокручиваете вот по этой веревочке. И оно у вас будет прекрасно держаться, оно у вас никуда не денется. Вот я сейчас обрежу, вот мне внук помог, подал. Вот, чтобы не болтались эти огромные. Вот таким образом мы сделаем. Ну вот, друзья, вот все. Как видите, я вам показала два способа посадки томатов. Можно таким способом сажать не только томаты, можно сажать и капусту, особенно капусту. Почему? Потому что медведка, как правило, очень любит капусту. Но медведка любит еще те места, где они вскапаны. Вскапаны дорожки, вскапана вообще вся земля. А здесь земля, как фактически, она твердая. Потому что она не копалась. А я не копаю здесь землю вообще, в принципе. Тут оно прямо, вот когда вытаскиваются помидоры, сеется зерно, прямо по обычной земле не капанное. И земля там фактически твердая, но она пористая, потому что точно так же сели сегираты, как на этих грядках. Я вам показывала, какая земля. Вот тут тоже не капанное было ничего. Вот. И тут то же самое. Когда я пробиваю отверстия, там точно так же есть корни. Потом туда будет влажно, будут червячки, они будут питаться корнями отмершими. А ваши растения будут питаться теми удобрениями, которые вырабатывают черви. Вот так, мои дорогие друзья. На этом я, как только закончу посадку томатной рассады, я обязательно вам все покажу. Пока все. Субтитры сделал DimaTorzok